Привет, друзья! Сейчас, не соврать бы вам, полвторого ночи в Санкт-Петербурге и получается полчетвертого в Екатеринбурге, где я сейчас нахожусь. Есть немного свободного времени, и я решил с вами поболтать. И поболтать сегодня с вами такую популярную, кстати, на мой взгляд, тему, как кардионатащак. А вообще, стоит ли его делать? Насколько оно эффективно, полезно и безопасно для вас? Здесь, естественно, научные статьи, которые можно было бы приводить в пример. Но, знаете, я это не очень люблю. Есть совершенно другие люди, которые будут вам скидывать ссылки на книжки. Можете их идти читать. Я буду стараться давать выжимку уже собственную, собственное мнение на основании, как эмпирического опыта. Эмпирического опыта – это опыта, полученного в собственном тренинге и тренинге с моими спортсменами и подопечными. А также научно обоснованной базой, касающейся процесса жиросжигания, в том числе процесс жиросжигания при различных видах кардио. Итак, что нам дает вообще кардио? Есть ли разница в расходе калорий, кардионатащак и кардио после приема пищи? Естественно, нет. Мышцы работают одни и те же, процессы энергообмена одни и те же. Расходы в количество калорий мы одинаковые. Одинаковые. Отлично. А ведь именно кардио мы выполняем для того, чтобы создать больше профитит калорий. Плюс, если мы запускаем обменные процессы, они проистекают эффективнее, и кардио сказывается, в том числе и на перестатке кишечника, лучше работает наше пищеварение. То есть многогранная, многофакторная система жиросжигания. И даже то, что вы запустили процесс липолиза, и у вас начинают расщепляться жировые клетки, не значит, что этот жир из кровотока будет переведен в энергию. Он может там поциркулировать и вернуться. Потому что вы должны еще обеспечить его транспортом, вы должны обеспечить организм функционированием. Понимаете, да, о чем я? И что у более опытного спортсмена, у человека, который занимается вообще даже просто легким, легкой физкультурой, более длительный срок, количество митохондрий выше, и работают они эффективнее, что немаловажно. Итак, мы сейчас определились в том, что кардио натощак и кардио после еды расходят на одинаковое количество энергии. Будет ли кардио натощак сразу прямиком вызывать сжигание вашего подкорбленного жира? Нет. А почему? А потому что, как я уже сказал ранее, попадает к нам жир по кровотоку. Кровь переносит наш питательный элемент непосредственно в органеллоклет. Получается, что это не принципиально важно. Такой момент, да? Мы только что определились. Далее. Какой может быть существенный минус от голодного кардио? Именно голодного, давайте так, именно берем вариант, что человек проснулся и побежал. Организм еще не пришел полностью в рабочий режим. Это действительно серьезная проблема. Нужно пойти умыть лицо, почистить зубы. Важно выпить стакан воды. Хотя бы. Далее. Сейчас будет, наверное, нонсенс. Ребята, от голодного кардио вы можете начать становиться жирными. Почему? Ответ очень простой. Ведь именно голодное кардио в стрессовой ситуации, серьезной стрессовой ситуации, ведь голод – это один из самых сильных стрессов, не включая топовых. Топовые два – это нехватка питья и нехватка сна. Это самое страшное для нашего организма. Так вот, если получается у нас стресс, то получается уровень кортизола. Как мы знаем, кортизол, он будет опосредованно влиять на отложение жира. То есть мы хотели похудеть, а по факту заставим будущую срединую пищу превратиться в жир. Замедлим свои обменные процессы, и ничего хорошего этого не получим. Вы скажете мне, но я не могу бегать после еды. Я, друзья мои, тоже не могу. Я делаю кардио. Делаю кардио тогда, когда у меня есть время. Я могу делать его до тренировки, потому что мне сейчас, видимо, ввиду возраста или травмы, не знаю почему, теперь требуется длительная разминка. Очень длинная разминка. Так вот, я вынужден делать кардио долго перед тренировкой, либо после тренировки. Могу делать его рано утром, если вдруг проснусь у меня есть время, у меня есть дорожка. Беговая дома, у меня есть дорога вдоль дома, и даже в загородом. Действительно, это удобно в хорошую погоду, что любой сезон, если не грязное, могу приближаться. Тоже не могу после еды я бегать сразу, это было бы странно, тем более прием пищи у меня достаточно объемный. Большое количество еды, и бегать после этого, как тренироваться, занятие такое себе неприятное. Что же нужно? Ребята, нам нужны питательные элементы. Сейчас, конечно, будет момент, скажем, не самый дешевый, это, естественно, аминокислоты, БЦА. Идеальные средства для поддержания вашей мышечной массы, борьбы с катаболизмом. Они дают огромное количество вам энергии, потому что, опять-таки, 10% от них сразу пойдет по пути глюконеогенеза. То есть вы сахар получаете всегда, ребята. Если кто-нибудь скажет, что вам нужен сахарок для мозга, забудьте, это все херня. Сахарок для мозга вы можете получить из яичных белков, потому что глюконеогенеза пресекает постоянно. Это лишь оправдание тому, чтобы сажать что-нибудь сладкое. Вкусного хочется, и это более экономически целесообразно. Зачем превращать аминокислоты в сахар, если можно сахар съесть? Логично, да? Поэтому, опять же, внимание, что не мешает вам утром выпить стакан воды с БЦА, ложку меда съесть, и побежали, он даст вам сахара. Да, такое есть известное, известное выражение «жир горит в огне углеводов», то неспроста оно произносится. Давайте в этот не будем в дебри уходить. Голодное кардио себя представляет. Кардио без приема твердой пищи, но обязательно с приемом аминокислот, которые быстро усвоятся, очень легко усвоятся, не будут создавать тяжесть в желудке, полностью защитят ваш организм от катаполизма, защитят ваш организм от серьезного стресса, дадут питание вашим мышцам, дадут вам энергию, просто невкусная. Ну, правда, вот наша БЦА вкусная. Угощайтесь на здоровье, пейте. И раз мы коснулись темы кардио, наверное, возникает резонный вопрос. А когда же лучше его делать? Ну, действительно, когда? А я вам отвечу. Максимально честно лучше не делать кардио. Точка. Лучше кардио делать. Кардио – это разные вещи. Есть кардио для того, чтобы расходовать калории. Есть кардио для того, чтобы размяться. Есть кардио для того, чтобы сделать заминку. Это все абсолютно разные вещи, понимаете? Наверняка. Так вот, именно кардио, скажем, для повышения дефицита калорий я бы рекомендовал выполнять вам при наличии свободного времени ежедневно в диапазоне 25 минут. Если возможности такой нет, то хотя бы через день это кардио делать. Обязательно кардио в виде разминки в течение 5-7 минут до тренировки минимальной срока. Такая же заминка 5-7 минут в уже медленном темпе, там, диапазоне 115-20 ударов сердца в минуту. Вот мои рекомендации вам по кардио. В данный момент я хочу себе купить еще степпер, потому что для меня кардио это еще тренировка на голени. Я хожу на носочках, тем самым у меня действительно начинают растею и лечить в объеме икры. То есть я убиваю двух зайцев, одновременно выполняю и кардио, нагрузку, и при этом параллельно тренирую голень. Беговая дорожка мне эффект дать не может. Ну и смогу, наверное, смотреть удобно. Ютубчик и на степпере гораздо удобнее степь в телефоне, нежели идя по дорожке. На дорожке я сбиваюсь, и некомфортно мне в общем. Сам вообще никогда не тренируюсь на полный желудок, для меня это невероятно тяжело, и для таких людей, как я, видимо, спортивное питание является панацеей, потому что я до тренировки пью протеин, утром я пью рано, просыпаюсь BCAA, потом я пью протеин, и уже только после этого я завтракаю, потому что не лезет еда после сна. При том, что на ночь я не наедаю вечерними, у меня вообще, в принципе, так скажем, нет вечернего приема пищи, как такового. Париационный прием пищи у меня, опять же, белковый коктейль, и только ранний ужин у меня является твердой пищей, которая происходит, примерно, тысяча часов за 4-5 часов до сна. Я, в принципе, много не ем, у меня не более трех приемов твердой пищи в день, порядка 4-5 приемов белковых коктейлей, и это, действительно, мой выбор. Я так питаюсь уже более, наверное, 10 лет по состоянию, здоровью у меня ФГДС и до УЗИ всех органов все устраивает врачей. Нас, ну, так скажем, даже удивляет уровень качества состояния его здоровья спортсмена категории бодибилдинг. Ну, потому что все вот это вот, вы сами понимаете, друзья, что всего есть своя цена, это не нужно скрывать, об этом можно смело говорить. Я вам желаю лишь одного. Во-первых, думать о том, что вы делаете, думать о том, как работает ваш организм, какие процессы в нем протекают, каким образом это происходит. Конечно же, очень важно, чтобы своим рядом оказался хороший, грамотный наставник. Это, наверное, самое главное, чего я вам желаю. Будет, наверное, смешно сейчас это слышать, но поменьше смотрите YouTube, потому что ту информацию, которую вы получаете от блогеров, к сожалению, это такой длительнейший бред, потому что мне кажется, что не каждый рекомендует голодная картина. И говорит, что это именно хорошо работает и лучше. Нет, это работает так же. Делайте так, как вам комфортно. Делайте так, как вы получаете удовольствие. Делайте так, как у вас есть время, потому что у нас разный график, разный образ жизни, разные биоритмы. Просто живите в кайфе. И самое главное, не ломайте кайф окружающим. Это называется настоящая свобода. Быть свободным самому и не мешать свободе других. Будьте здоровы. Жму всем руку. Оставьте свои комментарии под видео. Это действительно ценный и важный для развития канала. Если вам ролик понравился, оцените его вот так вот пальчиком вверх. С вами был я, Руслан Калецкий, основатель бренда Genetic Club Nutrition. Ссылочки есть все в описании. Мой инстаграм, сайт, все дела. Хотя я думаю, что вы не новичок на моем канале. Просто спасибо, что вы со мной. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok